МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности далее. 14 погрузчиков, 30 самосвалов и 15 единиц уборочной техники для расчистки дорог и тротуаров. Рабочий день сотрудников дорожно-эксплуатационного предприятия начинается ни свет ни заря в 5 утра. Это дневная смена. Не позволила погоде отдохнуть и в январские праздники. Выходные пришлись только на 1 и 7 января. Справляемся, конечно, неплохо, успеваем и почистим, вывозим. Сейчас после этого снегопада немного уменьшим вывоз, чтобы очистить город, а потом приступить уже к вывозу снега. Будут пока складировать, будут небольшие неудобства, будут кучки, но потом вывезем. Вывозят снег на специальный полигон. С утра мы наблюдали здесь вереницу машин. Ежедневно сюда привозят около 3,5 тысяч тонн снега, рассказал директор ДЭП Василий Ласточкин. График состоит из улиц 1, 2 и 3 очереди. Сначала расчищают автобусные маршруты и центральные дороги. Затем поселки ТИС, Балыково. Дворовыми территориями занимаются управляющие компании. У нас сейчас около 300 человек. Это сотрудник вместе с инженерным, техническим персоналом. Из них это уборщики территории, которые ходят, с лопат убирают тротуары, сходы лестничные посыпают. И есть механизаторы водителей, которые задействованы на уборке. Это белорусы тротуары, КАМАЗы тоже, те же самые белорусы, когда им какие-то дороги. Зачастую уборки улиц препятствуют припаркованные автомобили. ДЭП призывает горожан не ставить свои машины на обочинах улиц в день уборки снега. Старое здание школы номер 13 начали сносить 4 января. По прогнозам руководителя, демонтаж здания должен закончить в течение двух недель. Сейчас рабочие снесли два этажа. На этом этапе осталось демонтировать еще один этаж и подвал. Во время работ на территории дежурят специальные люди, которые обеспечивают безопасность на объекте и не допускают туда посторонних людей. Меня порадовала вся эта работа, жалоб не было ни разу. Все только подходят и, можно сказать, с благодарностью воспринимают эту работу. Наконец-то объект снесли, все долго ждали этого. За то время, пока здание стояло в заброшенном состоянии, с ним приключались различные истории. Школу и проникали со взломом, и вывозили металлолом, и совершали поджоги. Кульминацией стали два летних пожара в прошлом году, которые произошли практически друг за другом. После таких происшествий было решено демонтировать здание школы. Почему зимой? Потому что зимой меньше пыли, меньше неудобства жителям. То есть снег сейчас припорашивает всю эту пыль, которую поднимает строительная техника. В 2014 году компания «Саров Инвест» приобрела старое здание школы с аукциона за 34 миллиона рублей. Все деньги пошли в бюджет города. В планах было демонтировать здание и построить здесь жилой дом. Но разрешение на строительство компания пока так и не получила. «Саров Инвест» здесь выполняет свои обещания данные на администрацию и выполнил демонтаж этого здания, этого опасного объекта фактически. В дальнейшем планируется разработать инвестиционный проект для данной территории. То есть сейчас идет фаза подготовки документации. И с последующим было обсуждение в органах в соответствии с действующим законодательством, с действующими градостроительными нормативами. Строительный мусор, оставшийся после сноса здания, вывезут до конца января. Строительство жилого дома начнется после одобрения инвестиционного проекта и получения разрешения. От бытовых вопросов до глобальных. Практически с любой проблемой можно обратиться в прокуратуру. Залили квартиру, не почистили дороги и тротуары, в больнице удержали и не выдали лекарства или средства реабилитации, задержали зарплату или пенсию. Со всем этим разбираются сотрудники прокуратуры, потому что одно из главных направлений их работы – надзор за исполнением законов. По социальным правам граждан однозначно надо обращаться именно к нам. Защита прав предпринимателей – это тоже наш основной вид деятельности. Если граждане стали свидетелями нарушений в сфере закупок, бюджетного законодательства, то есть такие нарушения. Ну и в принципе в сфере ЖКХ, нарушения в сфере труда – это мы однозначно занимаемся надзором за выплатой заработной платы. Некоторые происшествия в Сарове тоже привлекли внимание прокуратуры. Например, сотрудники наложили штраф на директора подрядной организации, которая делала ремонт детской музыкальной школы. А за срыв работ в парке по улице Сосина директоры и вовсе отстранили от обязанностей. Кирилл Семенов рассказывает, что в городе также нередки случаи кражи с банковских карт. Наша деятельность, она далека от телевизионной романтики. Работа прокурора – это тяжелый труд, потому что действительно высокие нагрузки и большая ответственность за принятие решений и постоянная работа с людьми. Вот поэтому, конечно, в данном случае нам приходится работать и допоздна, и без выходных. И главное – уберечь себя от профессионального выгорания. Сегодня российская прокуратура отмечает свое 300-летие. История ведомства началась с указа Петра I от 12 января 1722 года об учреждении органов прокуратуры. И по сегодняшний день в числе приоритетных направлений прокуратуры остается борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и интересов граждан. Хотелось бы поздравить всех работников прокуратуры с этим днем. И, соответственно, пожелать им семейного благополучия, успехов в дальнейшей деятельности, карьерного роста. Элементарно, Ватсон. Едва ли найдется человек, который не знает, кому принадлежит эта фраза. Ширлок Холмс – классика детективов. На страницах книг можно найти много гениальных сыщиков. Они видят этот мир иначе. Подмечают незначительные детали, выстраивают сложнейшие логические цепочки и раскрывают, казалось бы, самые безнадежные преступления. Но все это лишь вымысел писателей. А как все происходит на самом деле? Какая она – профессия следователя? Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправляемся в следственный отдел нашего города. С детективными историями, о которых написано немало книг и снято фильмов, реальная работа следователя имеет мало общего. Но все равно профессия не лишена особой романтики, признается Александр Кораблев. Мужчина выбрал именно ее, потому что хотел помогать людям. Начиная с самого детства я любил помогать людям, и профессия следователя заключается именно в помощи людям, потому что расследование уголовных дел в категории тяжких и особо тяжких преступлений – это именно против половой неприкосновенности, половой свободы личности, против жизни и здоровья граждан. Потерпевшие являются простые люди, которым необходима помощь, защита правоохранительных органов. На страже закона Александр уже шестой год. В первое время работа была непростой, особенно с моральной точки зрения. Убийства, изнасилования и другие особо тяжкие преступления сложно было раскрывать, не пропуская трагедии людей через себя. Также неотступно за новичками следует страх обвинить невиновного. Но с опытом следователь матерей становится беспристрастным, приступает к делу с холодным рассудком. Работа происходит с таким контингентом, как особо опасные рецидивисты, которые хитрые, извилистые и просто так никогда ничего не скажут, как было на самом деле. Соответственно, следователь должен быть хорошим психологом, где-то пойти на уступки у этого контингента, но добиться своей цели и собрать доказательственную базу его виновности. Отдых и свободное время нашим следователям только снятся, если, конечно, у них остается время на сон. К примеру, Новый год Александр встретил за написанием протокола осмотра места происшествия. В ушедшем году служители закона успешно раскрыли около 100 уголовных дел. В 2020-м 86 преступлений. Даже свой профессиональный праздник саровские следователи встретят на своих рабочих местах. В этот торжественный день я хочу поздравить всех работников Следственного комитета России, всех следователей, ветеранов следствия, пожелать им здоровья, добра, благополучия семейного и, конечно, крепкого тыла и следственной удачи. Канал 16 поздравляет следователей с Днем образования Следственного комитета РФ. Желаем побольше раскрытых дел и пойманных преступников. С 1 января номинал Пушкинской карты увеличен с 3 до 5 тысяч рублей. И со следующего месяца, с февраля, возможности карты будут расширены. Ее станут принимать и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на это можно использовать до 2 тысяч рублей. Также на совещании Михаил Мишустин рассказал, что по поручению президента правительство подготовило концепцию развития детско-юношеского спорта. Ее предстоит реализовать в два этапа. На первом в ближайшие три года появится единое физкультурно-спортивное образовательное пространство. Оно объединит детей независимо от того, в каком клубе или секции они занимаются. Кроме того, планируется создать цифровую информационную систему, которая поможет контролировать деятельность спортивных детско-юношеских организаций. Главой государства была поставлена задача создать в каждом регионе страны все условия, чтобы ребята могли тренироваться самостоятельно и под руководством квалифицированных специалистов и педагогов. И с каждым годом все больше детей занималось спортом. Важно, чтобы у них была возможность самим выбирать направление, по которому они будут развиваться и добиваться спортивных успехов. На портале Госуслуг граждане смогут записывать детей в спортивные школы и секции без сбора дополнительных документов и справок. Ключевая задача к 2030 году – не менее 90% юных россиян должны будут систематически заниматься спортом. Специальных мест для перехода рек и водоемов зимой в Сарове нет, и выход на лед запрещен. Об этом предупреждают информационные знаки, которые установили у водоемов. И каждый, кто выходит на лед, рискует жизнью и здоровьем. Поэтому прежде чем сокращать путь через реку, нужно быть уверенным в прочности льда. Все зависит от температуры, от толщины льда. Если человек специально хочет выйти на лед и узнать, можно ли, ну как рыбаки, допустим, да, прежде чем выйти на лед, наверное, каждый рыбак сначала узнает толщину льда. То есть пробурит лунку, посмотрит толщину. Скажем так, минимальная толщина льда для выхода на него должна составлять в пределах 10 сантиметров. То есть это безопасный выход на лед. Любители зимней рыбалки на льду также могут поджидать опасности. Поэтому подготовиться стоит ответственно. Для рыбалки лучше выбирать открытые места с пологим берегом, чтобы было удобнее спускаться к водоему. Для подстраховки всегда нужно брать с собой и специальные средства спасения. А вот кататься на коньках на открытом льду еще опаснее, чем переходить через него. Существует такая опасность, как провалиться в лунку. Или лед где-то там нашел льдиный на льдину. То есть вероятность падения велика. Получение травм. Не только утонуть. Скажем так, а даже получить травму. Такие случаи были. У нас тоже были. Если все-таки вы провалились под лед, то в первую очередь нужно сбросить с себя зимнюю одежду. И постараться выбраться ползком, не вставая на ноги, на безопасное расстояние. Если вы стали очевидцем несчастного случая, то действия должны быть следующими. Максимально подойти, сколько можно, допустим, в метрах в трех-четырех, хотя бы смотреть надо по ситуации. То есть также лечь на живот, ползком, подобраться на максимально близкое расстояние, чтобы докинуть шарф или ремень. Лучше, конечно, если несколько, то есть вещей каких-то связать получится узлами и добросить до, скажем так, до пострадавшего. Чтобы он зацепился и уже вытаскивать его на лед. О происшествии нужно сразу же сообщить по номеру 112. Сотрудники МЧС также обращают внимание любителей покататься на льду на транспортных средствах. Выезд на лед на автомобилях и снегоходах может повлечь за собой не только риски для жизни, но и административный штраф. Минувшее лето для Мордовского заповедника было непростым. Сейчас величественные леса постепенно оправляются от ущерба нанесенного огненной стихией. Те животные, что бежали от пожаров, с осени возвращаются на свои привычные места обитания. Огонь уничтожил в основном сухостой. Это дрова, по большому счету, то есть сухой лес, который погиб после пожаров 2010 года. Поэтому как такового урона сильного было не очень много. То есть это участки, которые начали восстанавливаться. Но в принципе этот древостой очень такой тонкий, мелкий береза, который очень быстро отрастает. В лесах Мордовского заповедника можно встретить лосей, оленей, куниц, кабанов, волков, лисиц, бурых медведей. Особая гордость – зубры. Впервые они появились здесь в 2019 году. Восемь особей были привезены из питомника Окского заповедника. Сейчас зубриное стадо Мордовии насчитывает 15 особей, в том числе двух малышей. Один появился в июне, другой в сентябре уже после пожаров. Они у нас прямо на территории находятся. Зимуют они у нас. Мы их подкармливаем понемножку. Мы даже вот акцию такую организовали «Покорми зубра». То есть если есть люди, которые хотят помочь зубрам в такую вот сложную зиму, а зима сложноватая становится, то могут привезти какие-то вкусные корма наподобие свеклы, к примеру, или морковки. Морковка очень любит, они витаминный корм. Принять участие в акции и передать корм зубрам могут и соровчане. Дополнительная информация по телефону 8 937 518 6171. Флоры и фауны этих мест богаты. Удивительно, ученые постоянно проводят здесь исследования, и порой их открытия поражают. К примеру, до пожаров научные сотрудники открыли два новых вида насекомых для мировой фауны. Один планируют назвать в честь Мордовии. Уникальный заповедник был определен в 30-х годах, когда его создали. В это время было несколько больших экспедиций московских, из Московского университета, из зоологического института. Эти экспедиции, в принципе, увидев те места, в которых они находились, они решили, что это один из самых уникальных лесов, вообще какой-либо существующий в европейской части, и, в принципе, они оказались правы. История заповедника берет свое начало 5 марта 1936 года. Назван в честь государственного деятеля Петра Смедовича, уделявшего много внимания вопросам охраны природы в стране. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Рождественские песнопения в храме в честь святых царственных страстотерпцев пели все, и хор, и сами прихожане. Праздничное настроение на богослужение создавали и украшенные елки, и красочный вертеп, изображающий сцену рождения Христа. Праздник Рождества верующие встречали с особенными светлыми чувствами. Очень приятные такие воспоминания детства здесь всплывают. Особенно приятные воспоминания и чувства идут после ночных служб. Идешь прям с таким настроением, очень с хорошим, веселым, радостным. Радость, светлость и на душе приятно. У меня только радость внутри, просто радость. Ну, как всегда, замечательная. Мы пришли в храм, уже и радость. Рождество Христово – праздник торжественный и радостный. В этот день все верующие вспоминают значимое событие – рождение в мир Бога. Господь родился ребенком, то есть он как бы начал свой земной путь с самого начала. Как вот дети начинают с наивного первого слова, с первых, так сказать, прикосновений к маме, с первых познавательных шагов в этом мире. Поэтому и мы приветствуем Господа Родшегося в этот день здесь, на земле, в тесной пещере. Праздничное богослужение началось вечером в Сочельник 6 января. А ровно в полночь верующие пришли в храм на рождественскую литургию. Впервые на лед Иван встал около трех лет назад. Поначалу просто катался, затем начал играть в хоккей с ребятами. Вот только в этом сезоне старые коньки подвели, стали совсем малы и о любимом хобби пришлось на время забыть. Тогда мальчик решил написать Дедушке Морозу и рассказать ему о своем самом заветном желании. Письмо отправила и его сестренка. Дарья попросила у доброго волшебника кукольный домик. У нас куклы – это наша любовь. А домики уже, да, становимся маленькими мамами, начинаем играть самостоятельно. Современные дети, к сожалению, плохо играют одни. Они хотят, чтобы их развлекали. Но пытаемся воспитываться. Поэтому домик нам очень пригодится. Добрым волшебником для ребят стал председатель Саровской городской думы Антон Ульянов. О мечтах ребят он узнал, сняв волшебный серебряный шар с елки желаний. В этой благотворительной акции исполняются мечты ребят от 3 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья или тех, чьи заболевания угрожают жизни, а также сирот и детей из малообеспеченных семей. Вот вроде бы как подарки дарят детям и радоваться должны они, но почему-то радуются взрослые, которые дарят эти подарки. И это приятно, потому что мы можем это сделать, а для них это может быть какое-то желание, к которому они бы еще долго шли, а теперь они будут мечтать о чем-то другом. Поэтому невероятно интересный, важный проект, который помогает на самом деле и взрослым, и детям. К акции не остались равнодушными и предприниматели Сарова. Когда они узнали, для кого Антон Сергеевич покупает коньки, то в одном из спортивных магазинов города ему отдали их бесплатно. Для маленьких саровчан Дедушка Мороз исполнил песню «Морозяк дрыгаем пузяками». Мало кто смог удержаться и не повторять за ним танцевальные движения. 5 января в парке получился настоящий день улыбок и хорошего настроения. Начали праздник с музыкального хоровода. Ребята кружились под веселые новогодние композиции. Вы знаете, первый год ведь это проводится, вот молодцы. Я вчера здесь была, вот у меня внучка уже, ей два годика, а она уже с удовольствием сюда ходит, сегодня просилась. Отлично, мы вот только пришли, еще смотрим, как детки играют. Очень здорово, особенно для детей в такие большие каникулы, столько развлечений. Классно, нам все нравится. Замечательный праздник, с детям главное весело, персонажи очень даже новогодние такие, вот. Да все понравилось, и конкурсы, хоть еще и маленькие, но тоже немножко танцевали. Собрались на очередную встречу в парке у большой пушистой елки. Для малышей приготовили интересные зимние задания. Так, к примеру, державшись за руки, нужно было преодолеть препятствия из шариков снежинок, что качались на ветру. Обязательные условия шары не должны были их коснуться. Затем из специальных палочек на снегу изображали разные фигуры. Сначала снежинки, а потом и домики для сказочных гостей праздника – петуха и тигра. Дедушка Мороз со снегурочкой встречали гостей. Каждый день к ним приходили новые сказочные волшебники. У них побывали в гостях и пингвин, и снеговик, и петух, и тигр – символ наступившего 2022 года. Также к ним в гости заходил и ежик, и прилетала из южных стран замечательная обезьяна. Каждый день новогодних праздников гостей парка Зернова ждала новая насыщенная программа мероприятий. Окунуться в новогоднюю атмосферу праздника помогали сказочные персонажи. Все встречи заканчивались приятными сладкими подарками от Дедушки Мороза. После новогодних каникул так тяжело снова вливаться в рабочие будни. Остается только утешаться радостными и теплыми воспоминаниями, а может быть, еще и оставшимися закусками и салатами. Спросим у саровчан, как они провели новогодние праздники. Здесь, с семьей, дома, в Сарове. Замечательно. Ходил на лыжах, ездил к друзьям, к родственникам, на Бор, в Мордовию. Все было прекрасно. Маршрут один – диван, холодильник, компьютер. Ну, и лежа на диване телек. Как? Активы не проводили? Ну, палки для скандинавской ходьбы стоят в углу. Никуда не ходили. Дома дети приходили, внуки, правнуки. Дома? Куда деваться? Старенькие уже. Могольки как-то. Клубы сейчас не работают, вечеров не проводят. Мы ездили к детям в Санкт-Петербург. Там очень красиво. Сервис намного выше. Не как в Сарове, к сожалению. Так что очень хорошо отдохнули. С друзьями, знакомыми, родственниками. Так что все отлично. Спортом занимались. На лыжах, на коньках. Навестили свой дом. Кота, который у нас там дикует. Съездили на автобусные экскурсии в Саранск. Сходили в театр. Посмотрели новогодний рождественский в Саранск. Прекрасно. Сидели за столом и кушали. Не болтали. Активно? Активно. Ну, активно в нашем возрасте. Ну, гуляли. Гуляли по городу и все. Новогодние каникулы порадовали нас снежными днями и поистине волшебной погодой. Саровчане воспользовались этим. И не только сидели дома за столом, но и навещали родственников, гуляли. А также занимались активными видами спорта. Наряжать елку к праздникам – целый ритуал. А сделать это на скорость – и вовсе задача со звездочкой. Ребята должны были по очереди вешать на нее игрушки, а затем снимать. Попробовать себе участники могли и в хоккее. Вот только вместо шайбы юным спортсменам предложили кубики. Было много различных станций. И одна из них, которая понравилась мне больше всего – это сапоги-скороходы. Нужно с помощью этих сапогов преодолевать препятствия. Ну и, конечно же, пинать мячик. Тем не менее, были и другие интересные станции. Например, это кидание большого мяча в кольцо, это перетягивание тяги и многое-многое другое. Начали праздник с веселого хоровода, в котором с ребятами кружились Дед Мороз, Снегурочка и Снеговички. А затем провели небольшую викторину. За каждый правильный ответ можно было получить сладкий приз. Для тех, кто замерз или просто захотел размяться, провели танцевальный фитнес на снегу. Не обошлось и без силовых упражнений. В армрестлинге решили себя попробовать и Дедушка Мороз со Снегурочкой. Упорной борьбы за победу в таких состязаниях не было. Все играли для души. После новогодних праздников мы снова просыпаемся, выходим во дворы, выходим на площадки для того, чтобы поиграть и зарядиться бодростью и хорошим настроением. Сегодня Центр внешкольной работы подготовил для горожан спортивный праздник в рамках декады спорта, который проходит в январе, с 1 по 10 января в Нижегородской области. И сегодня будет фестиваль спортивных зимних игр. Площадку отвели и для любителей футбола. Гости праздника, несмотря на мороз, получили заряд бодрости и хорошего настроения. На международном конкурсе шоу талантов Варвара Кулькова представила на суд жюри произведений Чайковского «Старинная французская песенка». По уже сложившейся традиции, конкурс прошел в заочном формате, поэтому выступления юной саксофонистки записали на камеру. На своем первом музыкальном состязании Варвара Кулькова удостоилась звания лауреата первой степени. Конечно, было не очень-то легко, но, несмотря на то, что первый раз Варя молодец, собралась в зал. Это уже не класс, это уже другая акустика. Ну, ничего, справились, отослали на конкурс. А чтобы развивать талант и поддерживать себя в форме, педагог и воспитанница решили посетить мастер-класс по музыкальному исполнительству на базе Варзамасского музыкального колледжа. Секретами своего мастерства с учащимися делились ведущие музыканты и преподаватели страны. Новые знания и умения почерпнула для себя и Варвара. Я научилась играть тихо. Надо же не только заниматься в классе и слушать записи артистов и преподавателей. Поехали послушать вживую и позаниматься с мастерами, также вживую на сцене колледжа. На саксофоне воспитанница детской школы искусств играет всего один год, но уже проявляет себя как настоящий музыкант. Девочка много занимается, демонстрирует настойчивость и упорство. Вкупе с талантом это дает отличный результат. Есть одаренность, это да, дар есть человечка, но самое главное то, что она очень уперто занимается, так сказать. Она много трудится, это очень похвально. Если у Варри это желание будет развиваться, то мы, может быть, и еще поучаствуем не в одном конкурсе. В планах у преподавателя и его воспитанницы принять участие в мастер-классах и в других городах, а также попробовать свои силы на других конкурсах. Делай как они – девочки-кадеты военно-спортивного отряда «Барс» школы номер 5. С виду нежные и хрупкие, но внутри у них сильный стержень, колоссальная сила воли и духа. Финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай как я», который прошел в городе Владимире, покорила саровчанка Ирина Борисова и стала победителем в номинации «Вперед к вершине». Программа конкурса была достаточно разнообразной. Это и тестирование по истории, и знание топографии, и физическая подготовка. Физическая подготовка у нас заключалась в выполнении нормативов, то есть это отжимания, подтягивания на низкой перекладине у девушек, челночный бег, сборка-разборка автомата «Калашникова», снаряжение магазина. Ирина всегда привлекала военная служба. Уже с седьмого класса девушка хотела поступить в военный вуз, чтобы защищать свою родину. Конкурс «Делай как я» помог ей еще лучше подготовиться к армейским будням и проверить себя на выносливость. А поступить Ирина мечтает в Военно-космическую академию имени Можайского. Морально, физически, честно, было тяжело, было непросто. Это и вот это психологическое напряжение, все же это конкурс, это соревнования, все твои вроде как друзья все же соперниками являются. Физически тоже всегда мышцы болели, уставали очень сильно, не высыпались даже. Сначала Анжелика Баканова училась в музыкальной школе, но однажды, попав на Зорницу, девушка поняла, что хочет заниматься именно военной подготовкой. В первый раз Анжелика не прошла отборочный тур на конкурс, но попробовала свои силы еще раз. Вышла в финал и вошла в топ-15 лучших воспитанников военно-спортивных отрядов страны. Самым сложным это был второй день. Мы выезжали в воинскую часть и там уже сдавали физическую подготовку, стрельбу и топографию. Это был один из самых сложных дней. Помимо того, что были сложные конкурсы, интересные мероприятия, было очень много хороших людей, с которыми впоследствии мы сейчас продолжаем общаться. Теперь достигнутые результаты на всероссийском конкурсе «Делай, как я» дадут дополнительные баллы и помогут девочкам при поступлении в высшие военные вузы страны.